Дельфины сегодня в роли футболистов. Веселые морские животные показали все элементы игры с мячом. Дельфины вообще любят мячи и любят играть. Соответственно, нам было достаточно просто научить их играть в футбол, такой подводно-надводный футбол. Они с удовольствием все это сделали. На трибунах их активно поддерживали группа болельщиков, причем не только российские фанаты футбола, могли сегодня по-разному болеть, соревноваться в речевках, носить атрибуты любимой команды. А главное – получать максимальное удовольствие от такого футбольного шоу. Я такого вообще никогда не видел. Для меня это в новинку. У дельфинов все получилось. Невероятные профессиональные трюки. Теперь у специалистов-дрессировщиков в эти полгода тема футбола будет самой актуальной. И такую игру дельфинов-футболистов увидят многие болельщики, все те, кто приедет летом на чемпионат мира по футболу. Сочинский дельфинарий в Ривере уже стал нашим таким постоянным партнером с точки зрения проведения таких неординарных мероприятий. Это очень нравится, прежде всего, гостям. Выглядит это очень зрелищно, празднично. Каким и должна быть обстановка, собственно, накануне чемпионата мира по футболу. А в Ривере действительно все напоминает о предстоящем мировом футбольном событии. Фонарей в виде футбольных мячей и украшенной футбольными же мячами «Сочинская пальма». Два черноморских афалина здесь же на поляне играют в футбол. Такую необычную скульптуру установили в день города в торжественной обстановке. Она стала еще одним местом для необычных фотосессий. Просто гуляла и пришла попить воды в бувет. И обнаружила вот такую красоту за спиной и решила сделать фотографии. Вообще я из Москвы, но уже давно люблю Сочи. Вообще бесподобный город. И ночная Ривьера каждый вечер напоминает о предстоящем мировом футбольном первенстве, до которого осталось чуть больше трех месяцев. Елена Овсицына, Николай Тихонов, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.